Но нужно понимать, что пока вот этих новых станций нет, и наши новые, скажем так, жилые комплексы, дороги, новые микрорайоны в городах, которые появляются, на них просто не будет хватать энергии. Нам нужно понять, что в ближайшие 5-6 лет вот та ситуация, с которой мы столкнулись этой зимой, она будет повторяться. Нужно утеплять дома, нужно учиться привыкать ходить дома в более теплой одежде. Эта фракция покажет на Ертезбаев Лайф. Звучит это, конечно, даже как-то кощунственно по отношению к детям, да, с особенностями, что мы нерентабельны. С 1 января прекращает реабилитационную помощь железнодорожная больница. Планы о закрытии данного центра вызовут серьезные последствия для более 500 детей. С вами Александра Беглова, Армас и Загаин. Это был удар для всех очень сильный. Восприняли это прям, если говорить в штыки, то это мягко сказано. Тут же мамы сплотились, где-то они составили письмо, где-то обратили к депутатам, где-то в газеты, где-то на телевидении. Мы ходили и к самому директору железнодорожной больницы, с ним беседовали, чтобы хоть какой-то компромисс найти. Ну, как я поняла, самое главное слово здесь рентабельность, а не здоровье. Ну, как можно зарабатывать на больных детях? Это настоящий нонсенс. В развитых странах, куда мы, кстати, очень стремимся, наоборот, стараются поддержать их. А у нас закрывают реабилитационный центр для детей с особыми потребностями в Костанае из-за нерентабельности. Это официальная формулировка. Но, простите, как место, где дают возможность особенным малышам хоть как-то ходить и общаться, может приносить прибыль? У родителей что? Ворох лишних денег? Для нас очень важна реабилитация, потому что у Саши такой диагноз – митохондриальная миопатия. Если не проходить реабилитацию, у нее слабеют мышцы и начинают очень сильно болеть ноги, и равновесия вообще никакого. Поэтому постоянно нужна реабилитация, реабилитация, реабилитация. Здесь медикаменты никакие не помогут, только реабилитация должна быть. Вы же понимаете, к чему это все может привести? Последствия от закрытия реабилитационного центра могут быть очень ощутимыми. Мы стали нерентабельными. Звучит это, конечно, даже как-то кощунственно по отношению к детям, да, с особенностями, что мы нерентабельны. Потому что не затрачивая сейчас на этих детей какие-то средства в будущем, мы понесем, ну вот государство понесет большие затраты, да. То есть этот ребенок не будет социализирован, ему будут платить пособие, маме будут платить пособие, да. А если мы его социализируем, он сможет работать. Это отчисление его налогов, да. То есть человек будет сам себя обеспечивать, и еще отдача от него будет какая-то государству. Ко всему прочему, без работы могут остаться все работники центра. Это порядка 30 человек. За 11 месяцев у нас 465 детей, плюс еще в декабре так где-то будет около 70-80, ну это 520-530 детей в год проходит через наше отделение. Мы вроде бы как работаем не очень много, да, 4 года, хотя наше отделение, ну мы не то что преемники, но основная часть коллектива. Мы перешли из отделения реабилитации областной детской больницы, да, то есть у нас уже педагоги с достаточно большим стажем, это уже около 10 лет. Вот люди работают с большой отдачей, любовью, потому что работа с такими детьми требует особых, не только физических каких-то сил, да, ну и большого эмоционального, ну эмоциональных затрат, душевных сил, поэтому много у нас проходило, приходили, устраивались, увольнялись, да, но оставались те, которые на самом деле хотят, умеют и самое главное любят этих детей. Планы о закрытии данного центра вызовут серьезные последствия для более 500 детей, особенно тех, кто нуждается в специализированной медицинской помощи, таких как дети с детским церебральным параличом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другим состоянием, требующим реабилитации, а также приведет к увольнению 28 высококвалифицированных специалистов, что создаст проблемы в профессиональной сфере и добавит их к числу безработных. Это решение в корне противоречит всем принципам защиты прав детей и соблюдения трудовых прав врачей и работников. Закрытие данного центра объясняется его нерентабельностью. Однако мы считаем, что вопрос здоровья и благополучия детей должен быть выше коммерческих интересов. Дети, страдающие от различных заболеваний, нуждаются в особом внимании. Глава государства посланий народу подчеркивал, особое внимание должно уделяться семьям, в которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями. Правительству следует разработать меры по улучшению медицинского социального сопровождения детей с диагнозом ДЦП. Президент также отметил необходимность расширения сети центров реабилитации для детей в шаговой доступности. Решение о закрытии данного центра противоречит политике страны, обращению президента и не отвечает потребностям местного сообщества. Кроме того, надо отдельно отметить, что тарифы медучреждений на реабилитацию детей слишком низкие и не соответствуют реальным потребностям. Это затрудняет доступ к качественной реабилитации и требует пересмотра. Нурсулу Тажибаева не просто работает в реабилитационном центре, но и вводит сюда собственного ребенка. Она говорит, что дети очень привыкают к коллективу и с удовольствием посещают центр. У меня у самой такой ребенок, ей 16 лет, она ДЦП, средней тяжести, диплегия средней тяжести у нее. Что для меня эта работа, даже центр этот, это, наверное, как второй дом. Я здесь расслабляюсь, я здесь работаю с детьми, мне очень нравится. Каждому дарю тепло. Дети это, наверное, знают, чувствуют, поэтому они всегда ко мне бегут. Готовим утренники для них, делаем красивые подделки. Два раза в год у нас лежат взрослые дети, для них мы вообще делаем огромный концерт. Все упирается в деньги. Бесплатное лечение обходится частной клинике в круглую сумму. Кстати, про деньги мы еще поговорим в этом выпуске, причем там триллионы. Досмотрите нас до конца. В связи с низким тарифом, который был еще в 2023 году, получается, нам уже не хватало на заработную плату и коммунальные расходы. Штат не укомплектован, необходимо еще привлекать специалистов. Заработная плата растет, соответственно, расходы увеличиваются. Также и медикаменты. Мы ответственность взяли в 2022 году, довели до конца. В 2023 году мы 15 койк увеличили, получается, вот, которые ранее произнес, получается. Но тариф, получается, он вырос совсем на процентов немного. И в связи с этим уже с расходным отделением в 2023 году расходы увеличивались. Январь, февраль, март, апрель и так далее. Полугодие. Татьяна Вячеславовна, мы собираемся постоянно. Мы собираемся каждый месяц один раз. Ну, в принципе, я здесь всегда нахожусь. Мы собираемся, что расходы у нас идут на заработную плату, коммунальные медикаменты. Соответственно, выход какой из этого? Ну, все мы ждали тарифа, увеличения тарифа. У меня есть проект, вот данные, где он увеличен. Ну, на 100% это, как бы, неплохо было бы на 100%, но совсем это мало. Если увеличивать тариф, надо увеличивать на процентов 200. 12200 тенге на одного ребенка это совсем мало. А 22700 это хорошо, но чтобы правильное лечение и лечение можно было приобрести, оборудование, медикаменты и так далее, это надо увеличить не менее 200%. В связи с этим, 1 ноября 2024 года мы должны приостановить реабилитационное деление, так как расходы преувеличивают то, что мы получаем по тарифу. Мы обратились в управление здравоохранения. Там подтвердили, что этот центр будут закрывать, но пообещали альтернативу. Мы принимаем решение в управлении здравоохранения о том, что мы готовы принять штат специалистов, который работал в железнодорожной больнице, ну и в целом перевести данные койки с целью расширения реабилитационной помощи детям на базе областной детской больницы. То есть мы ранее уже говорили о том, что в 2024 году в первом квартале будет открыт центр раннего вмешательства. При поддержке Комкорлык этот проект реализуется уже в течение двух лет. На сегодняшний день уже проведены конкурсные процедуры по проведению текущего ремонта данного отделения. Это запрашиваемая площадь 500 квадратов, которая необходима для данного центра. И также в текущем году были проведены переговоры с Самрук Казана об обеспечении нашей областной детской больницы медицинским оборудованием с целью открытия реабилитационного центра детям от 3 до 18 лет. Самрук Казана на сегодняшний день ответил положительно. Мы сейчас готовим проект для проведения соответствующих работ, создания условий в областной детской больнице для того, чтобы данный реабилитационный центр развернуть. Где-то ориентировочные сроки это будет первое полугодие 2024 года. Данные два проекта будут идти параллельно. На сегодня, то, что с 1 января прекращает реабилитационную помощь в железнодорожной больнице, я еще раз повторюсь, мы готовы увеличить коечный фонд и оказание реабилитации на базе областной детской больницы. И к чему такая спешка? Вот когда откроете новый реабилитационный центр, тогда и закроете существующий. Потому что даже этот промежуток до перевода в новую организацию может сильно отразиться на результате коррекционного лечения. Я лично считаю это ущемлением прав людей с инвалидностью. И, к сожалению, такое происходит в разных сферах. Запросов, которые приходят к депутатам Народной партии Казахстана, просто масса. Вот, например. Люди с инвалидностью столкуются с различными проблемами. Первое, это когда получают социальные услуги через портал соцзащиты. То есть очень низкое качество тех или иных вещей. Например, техники, если скажем, она очень низкая. Приводят или китайское, или БУ. То есть перепродается БУ. Это первое. Второе, то, что касается, например, просто вещей. Например, памперсов для людей с нарушением панкопа аппарата. Они или некачественные, или очень низкое качество. То есть то же самое. И третье, например, коляски. Это очень низкие коляски. Очень качественные. Они быстро ломаются. Если касается, например, услуги, которые, скажем, по защите их прав, по нарушенных их прав, через прокуратуру и так далее. То есть госорганы, которые отвечают за это, их низкий уровень образования, общение с ними. То есть вот этого связи нет. Поэтому лица с инвалидностью, такое ощущение, что они остаются в вакууме. Я сам лично с такими сталкивался. Но так как у меня был очень громкий голос, я постоянно высказывался об этом. Говорил и до этого. И я всегда защищал, вот уже более 20 лет, права людей с инвалидностью. Как я до этого защищал, так и продолжаю защищать. Но проблемы остаются все те же самые. Очень низкий уровень образования тех людей, которые эти же услуги дают нам. Прошедшая неделя дала жару. Знаете такого, когда от мороза все горит до онемения. У нас едва ли не весь Казахстан вот так почти онемел. И от холода, и от шока. Отопительные системы дали сбой в Жанаузене, Степногорске, Кебастузе, Актау, Балхаше, Тимиртау, Вридере, Жанаузене и Кукшетал. А Тырау еще и без воды остался. Понятно, что когда наступают морозы, и подают большее количество тепла, и не выдерживают те теплоцентрали, которые заложили иногда 50 лет назад. И, конечно же, возможны вот эти вот порывы. Все это мы переживаем, ну действительно каждый на себе, потому что понимать, что остаться без тепла в такие лютые морозы, это просто невозможно. Однако для того, чтобы привести всю систему теплоснабжения в порядок, в норму, нужны огромные средства, которые 30 лет практически не вкладывались. То есть государство средства перечисляло добросовестно и качественно, однако эти средства, видимо, выводились из государства собственниками, частными собственниками этих тепловых станций, этих теплоцентралей. И никто не вкладывал в то, чтобы сохранить эти теплоцентрали. Я, конечно, никого не попрекаю, но елки, ну предупреждались же. Ермухамед Ертезбаев еще в мае этого года говорил, что так будет. Вот запись того выпуска. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий, предупредил глава правительства. На самом деле, вот эти сани надо было готовить еще позавчера. Май на исходе уже, а начала ремонта не видно. Я эту тему много раз поднимал. И предвыборный период, и теперь вот на своем канале. Мы уже рассказывали о проекте «Тариф в обмен на инвестиции», что нужно поднять цену коммунальных услуг, если хотим жить зимой в тепле. Справедливый тариф, это понятно. Инвесторы не вложат ни копейки в эти умирающие ТЭЦ, если деньги будут нерентабельными. Это закон рынка. Никто же не работает бесплатно у нас в стране. У меня другая претензия. Почему так долго? Вот пример министра Смаилов жалуется на коммунальные предприятия. Мол, они медленно готовят документацию для корректировки тарифов. Теперь поставили срок до конца июня. Это только завершить техническое обследование тепловых сетей. А строительно-монтажные работы только с 2024 года, друзья. Так что на предстоящую зиму, кажется, всему северу и центру Казахстана придется, ну, если не мигрировать в Шимкент или в Тарас, то предстоящая зима опять будет тяжелая, тревожная во всяком случае. Это очевидно. Спрос будет жесткий. Ага. Пока в минусе остаются только простые люди. Конечно, никого не устраивает такая ситуация. И мы обратились с официальным запросом в Министерство энергетики. Мне просто хочется понять, а дальше-то что? Как они будут решать все эти проблемы? И знаете, кто нам ответил? Нет, не министр. И даже не сотрудник Министерства. Они нас отправили к независимому эксперту. О том, что Жакыб Хайрушев крутой аналитик, я и без них знаю. Интервью с ним всегда очень содержательные. Вы и сами сейчас в этом убедитесь. Но вопрос. Что тогда делает Министерство, если за них думают независимые эксперты? Это не мои цифры. В прошлом году был проведен комплексный аудит всей системы теплоснабжения, где были выявлены прям по объектно все тесты теплосети. И началась такая системная работа. И эти объекты, они прошли некую градацию. Помните, там зеленый сектор, желтый, красный. Так вот, эту работу уже провели на самом деле. Теперь, я так думаю, что даже, наверное, и есть некие цифры по необходимости финансирования каждого объекта, чтобы привести хотя бы его, ну, как поручал президент, к 29-му году снизить износ на 15%. А энергетика требует постоянного вложения, повторяю, из-за того, что она уже изнашивается. Капитальный ремонт делается раз в 5 лет. Текущий раз в 3 года. А у нас все превращалось в покраску забора и прокладку асфальта. Понимаете? От этого ТЭЦ или тепловые сети не становились надежнее. Поэтому сегодня мы имеем то, что имеем. И я очень рад, что президент наконец-то позволил, во-первых, себе и своей администрации правильно говорить формулировки. Если она изношена, то надо говорить, она изношена. Если необходимо вкладывать тарифы, то он говорит, надо пересмотреть тарифы. Об увеличении тарифов говорят и другие специалисты отрасли. Наше население растет, наши города растут во всех направлениях, которые могут быть. И главная проблема, одна из ключевых, не просто того, как мы перезимуем эту зиму в целом, или следующий год или предыдущий. Главная проблема в том, что у нас к 40-му году будет проживать, по прогнозам, больше 25 миллионов человек. У нас сейчас 20, значит еще плюс 25%. И вот это ключевая проблема, ключевой вопрос, как мы собираемся, как мы будем обеспечивать энергией, топливом, теплоэнергией, электроэнергией и так далее. Вот это растущее количество населения, которое есть в Казахстане. Нам нужно понять, что в ближайшие 5-6 лет вот та ситуация, с которой мы столкнулись этой зимой, она будет повторяться. Нужно утеплять дома, нужно учиться привыкать ходить дома в более теплой одежде. Надо признать, что нам это хорошо. Мы ходим дома в шортах, мы ходим дома в футболках, но нужно понять, что мир в целом уже давно так не живет. Я поэтому долгие годы вот в одном предложении, то, что постарался сформулировать. Как я поняла, единственный способ разрешить отопительный коллапс – это реформа всей системы. Мощности настолько устарели, что латание дыр – это всего лишь очередные деньги на ветер. Поэтому система подачи тепла должна быть полностью пересмотрена и модифицирована. Иначе каждый год зима так и будет заставать врасплох наши ТЭЦ. С другой стороны, давайте по-честному. Мы же позволяем себе брать кредиты на всякую ерунду и годами за это платить. Тогда почему мы не готовы платить чуть больше за собственный комфорт и тепло дома? Что вы думаете о пересмотре тарифов и всей этой ситуации с отоплением? Очень жду ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это помогает нам видеть, что вам не все равно. С вами была Александра Беглова за предоставленный лук благодарим бутик Венера Коллекшн. Аман Булаев, до новых встреч через неделю.